Это мой первый влог, на который я очень долго решалась, и наконец, наконец это произошло. Первый блин комом, возможно, но я буду стараться снимать лучше. Ты хочешь гулять, пупсик? Пойдем гулять? Пошли гулять. Пойдем гулять, пойдем, пойдем, мы шладкий мальчик, пойдем, пойдем скорее. Харик нагулялся. Быстро ты, Харик, сегодня нагулялся. Теперь я тебя тащу на ручках. Черно-белое кино. Интересно, когда нам включат солнышко, так не хватает. Вот все хорошо, обожаю зиму, но солнца явно не хватает, потому что невозможно вот с таким небом существовать и быть активной, и еще что-то делать важное. Какая-то зараза. Кот, по всей видимости, потому что собака не проберется. Посмотрите, что делает. Приходит и гадит нам. Не нравится ему, что Марик здесь живет. То есть ты хочешь сказать, что я должна тебя еще на кресло поднимать? Харик, а не обнаглел ли ты? Ты же можешь сам запрыгнуть. Не надо взывать сейчас к моей совести. Да ладно, 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 давай, подниму на кресло тебя. Ой, господи. Офигеть, опять снег пошел. Какой красивый. Завалит нас сегодня, судя по всему, окончательно. Посадили машину на брюхо. Вместо массажа развлекаемся. Фитнес зимний у нас. И главное, мы не можем понять, где она села. Ну где она села? Здесь не похоже. Здесь? Где? Там? В общем, две блондинки – это сила. Где она там, а? Где? Где? Давай, не подведи. Ху-ху! Мы сделали это! Марик, ты что там копаешь? А ты что, не мог на улице сходить в туалет? Да почему дома-то теперь это делаешь? Хватит копать! Марик, я прям вижу, как ты весь этот свой наполнитель выкидываешь из лотка. Эй, кот! Кот! Все? Накопался? Сделал большую кучу и закопал ее? А почему ты на улице не мог это сделать? Иди сюда, спускайся! Марик! Кс-кс-кс-кс! Ну, и что? Пойду посмотрю, что ты там натворил. Ага, все, аккуратненько сделал. Ну ладно, молодец. Молодец, кот! Вот просто молодец, кот! Где ты есть? Иди догоняй Харрика. А почему на улице нельзя было покакать, а? Вот у меня вот такой вопрос. Почему на улице нельзя было сделать все свои дела? Обязательно дома надо было. Сегодня должна приехать. Ой, опять снега домело. Массажистка вчера не получилась у нас, потому что устали, пока ее отгребали. Черт побери! Какой снег валит! Ну вот здесь, по идее, должна встать. За мной вчера уже вызывала. Почистили. Как красиво! Марик, ты слышишь? Марик, кто это мог стучать нам там? Птичка? Или какой-то кот пришел другой на твою территорию? Не знаешь? Я тоже не знаю. Уверена, что это не мышки. Ты бы мышкам не разрешил у нас в доме жить, правда? Ты этих мышек... Ух, как сразу! Ух, и все! Тебя нужно поднять? Нет, тебя нужно пересадить в кресло. Но ты же можешь сам перепрыгнуть. Давай я тебя поближе подвину. Давай, прыгай. Ну иди перепрыгивай сам. Харик, ты вредная жучка. Иди запрыгни сам. Давай уберу вот эту подушку, а ты дальше сам. Давай, давай, давай. Ты большой песик. Молодец! Любимое кресло. Готовлю салат на обед. Здесь салат айсберг. Листья просто руками порвала. Добавила авокадо. Сейчас добавлю огурцы. Обожаю авокадо. Это как раз тот продукт, без которого я не мыслю свою жизнь. И те, кто не любит авокадо, скорее всего, 99, наверное, процентов случаев, те, кто никогда не ел вкусного, настоящего авокадо. Настоящие авокадо – это песня. Это пирожное. Жирное, сладкое, вкусное. Это потрясающе вкусно. Немного оливок. Несколько штучек достаточно. Так, добавлю еще помидор. И цветную капусту. Разобрала вот на такие маленькие кусочки. Вернее, порезала. Хотела приготовить, купила качан капусты цветной. Хотела приготовить пюре на гарнир. Но в итоге слопала ее в сыром виде. Кто не пробовал в сыром виде, обязательно попробуйте. Это очень вкусно. Особенно добавлять вот так овощные салаты. Она прям придает какую-то пикантности. По вкусу похоже на кочерыжку капустную. Если вы любите кочерыжку, то вам обязательно понравится цветная капуста в сыром виде. Добавлю адыгейскую соль, чтобы было вкуснее. Там уже со специями. Будет прям прекрасный салат. И немного оливкового масла в качестве заправки. Так, где моя большая ложка? Одной рукой готовить и снимать не очень удобно. Но я не забрала из квартиры штатив. Маленькие, без света. Еще каплю добавлю масла. Маловато. Мне кажется, отличный овощный салат. На самом деле, можете добавлять все, что угодно. Можно добавить болгарский перец. Можно даже морковку настрогать тонко. Ножом для чистки овощей. Вот таким ножом. Слайсами ее нарезать. И будет тоже очень вкусно. Знаете, что я сделаю еще? Добавлю буквально пару капель лимонного сока. Вкус от этого салата только улучшится. Ну что, попробую, что у меня получилось. Ммм, как вкусно! Ну, вы поняли, да? Нет ничего вообще сложного. Но получается очень вкусный салат. Пошла обедать. Решила сварить на обед к салату вот такие ракушки. Не помню, где я их покупала. А, вкусы, господи, написано уже на них. У них совершенно потрясающий состав. Ничего такого вообще нет. Просто идеальный состав. Цельнозерновые три вида муки. Ржаная, пшеничная, ячменная. И вода питьевая. Все, больше ничего нет. Так что, если вы следите за правильным питанием, обратите внимание, пожалуйста, на эти макарошки. Сварила макарошки. Блин, не хватило трех минут доварить их. Представляете, свет отключили. Так, ну и что? Грызть недоваренные, как вы считаете? Попробовала вполне себе удобно. Так что буду есть такие. Ну и ладно. Что не доварила макароны. На самом деле, очень вкусно. И они такие должны быть, мне кажется. 7 минут для них очень много. То, что написано на упаковке. В общем, мой обед. Мясо не хочу. Макароны понравились. Я давно купила их. Они валялись у меня. Только сейчас попробовала. В общем, всем приятного аппетита. Вы понимаете, я просидела на несколько часов. Я даже не знаю, сколько. Ну, часов, наверное, 4-3-4 часа точно. Без света. А все из-за того, что вышибла вот эту вот штуку. Было, видимо, кратковременное отключение света. Ее вышибло. И дальше свет у всех включился. А у меня нет. А я сидела с фонариком. Без света. Я с тобой полностью, Харик, согласна. Отвратительно, правда? Согласна. Что еще по этому поводу думаешь? Не стесняясь говорить. Не стесняйся в выражениях. Да. Ты прав. Абсолютно. Какая красота. Просто кайф. Погода сегодня шикарная. Учитывая несколько дней моего предзаболевания, у меня теперь две дороги. Или я окончательно разболеюсь, или я выздоровлю. Вот сколько езжу. Природа, на самом деле, самый лучший художник. Каждый день что-то меняется. Каждый день. То снег выпал, то солнце выглянуло. По-другому осветило деревья. То еще что-нибудь. Зима в этом году просто роскошная. Роскошная. Мне даже не хочется быстро ехать, а хочется идти и наслаждаться видами. Времена мне, правда, страшно, но ничего. Я борюсь со своими страхами. Потому что в этом лесу, на самом деле, полно дверей. Я периодически кашляю или делаю какие-то громкие вещи, чтобы они понимали, что я иду. Я их очень боюсь. Блин, как красиво! Красиво! Нарня! Марик, выходи, помылся? Выходи оттуда. Выходи, говорю, оттуда. Марик! Какой ты непослушный мальчик! Вылезай оттуда! Вылезай из душевой кабинки! Ты что, мыться хочешь или пить? Ты что, мыться хочешь или пить?